Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Следственным департаментом осуществляется расследование по уголовному делу, в рамках которого изучается обстоятельство незаконного приобретения акций УАВ «Газпром». Рядом юридических лиц с подавляющим участием в них иностранного участия. Этими данными юридическими лицами в отчетный период в определенный руководил господин Уильям Брауда. К сожалению, для него в этот период существовало действие указа президента, ограничивающих право на покупку данных акций, изданное 28 мая 1997 года. Цель данного указа – это экономическая безопасность Российской Федерации. В соответствии с этим указом иностранные инвесторы, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в период действия данного указа были обязаны получать разрешение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и, соответственно, правительство Российской Федерации на право приобретения данных акций на внутрироссийском фондовом рынке, либо покупать так называемые американские депозитарные расписки АДР на иностранных фондовых биржах, где их цена на момент приобретения была существенно выше. Однако Уильям Браудер использовал специально разработанную схему, по которой иностранные компании скупали наиболее ликвидные активы именно на территории Российской Федерации от имени якобы российских юридических лиц, зарегистрированных, как правило, в зонах с льготным режимом налогообложения. С этой целью Браудером использовался ряд обществ с ограниченной ответственностью, в том числе ООО «Камея», деятельность которой в течение продолжительного времени он руководил лично. Формально владельцами данного общества, как, собственно говоря, мы видим на представленной схеме, пожалуйста, обратите внимание, являлись ООО «Байкал-М» с 51% участием в доле в установном капитале, учрежденной в тот же период времени по тому же адресу, что и сама ООО «Камея», а также кипрская компания «Пененсюэлар Хайдс Лимиттед», владеющая 49% долей. Однако при этом одномоментно кипрская компания владела также 49% долей в установном капитале ООО «Байкал-М». Соответственно, ее совокупное участие непосредственно во влиянии в данные компании составляло значительно больше, более 50%. Именно по такой схеме ООО «Камея», а также ряд других юридических компаний были, безусловно, контролировались рядом иностранных компаний, но и непосредственно господином Браудером, который был, в общем-то, исполнителем в данной схеме. Уильям Браудер являлся фактически, безусловно, представителем иностранных компаний, то есть так называемых нелезидентов, и действуя как генеральный директор ООО «Камея» и других аналогичных обществ, не получив разрешения, как я сказал ранее, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и, соответственно, правительства Российской Федерации, в свое время осуществлял скупку этих акций на протяжении длительного периода времени с 1999 по 2004 год, как в настоящий момент установлено предварительным следствием, по внутрирыночной цене и, безусловно, в ущерб экономической безопасности Российской Федерации. Анализ полученных сведений в настоящий момент органов предварительного расследования говорит о том, что Уильям Браудер стремился не только к получению личной выгоды от владения акциями в виде дивидендов в течение времени владения этими акциями в указанный период времени, а также последующей их продажи, но, собственно говоря, и пытался получить доступ к документам финансовой иной отчетности общества, имеющего стратегическое значение, как вы понимаете, для Российской Федерации. После отмены в декабре 2005 года данного указа президента незамедлительно в январе 2006 года данные акции были списаны, как я говорю, не просто списаны, а проданы другим иностранным участникам как через офшорные компании, так и напрямую. После чего, соответственно, они на текущий момент, значит, из поля зрения депозитариев, находящихся на территории Российской Федерации, они убыли. Уважаемые дамы и господа, я хочу акцентировать ваше внимание, что в данном случае идет речь действительно не просто о личном обогащении господина Браудера и других лиц при осуществлении, подчеркиваю, незаконной скупки акций стратегически значимого для России газового монополиста ООО «Газпром» в обход действующего законодательства в тот период времени, имея в виду вышеназванный указ президента от 28 мая 1997 года, но и стремление навязать определенные свои правила данному обществу. Так, Уильям Раудер, исходя из анализа материалов дела, незаконно получив определенный пакет акций с 2001 по 2004 год, достаточно активно и настойчиво направлял ООО «Газпром» свои требования. Как правило, переписка была активизирована на этапе ежегодного годового собрания акционеров общества. Если на первом этапе таковыми являлись требования об изменении устава общества, о ревизионной комиссии, о правлении, о составе совета директоров и так далее, на первоначальном этапе он выдвигал свою личную кандидатуру обхождения в состав совета директоров ООО «Газпром», а также своего, в общем-то, партнера, я так понимаю, по данной линии, по данному направлению идеологии, в состав ревизионной комиссии общества, то в последующем этапе он предметно ставил такие вопросы перед обществом, как изменение дивидендной политики, информационной политики, об изменении порядка одобрения сделок совета директоров. То есть, как мы понимаем, на протяжении вот этого периода времени аппетиты у господина Браудера, безусловно, росли по организации влияния на деятельность данной компании. Таким образом, целями Браудера в данном случае, как мы считаем, исходя из анализа материалов дела на текущем этапе, который имеется в нашем распоряжении, являлось стратегическое проникновение дальнейшего влияния на газового монополиста Российской Федерации, и являющегося, как вы, в общем-то, понимаете, основным налогоплательщиком российский федеральный бюджет. Можете, давайте буквально кратенько пару вопросов интерфаксов? Здравствуйте, интерфакс. Скажите, пожалуйста, а какова перспектива расследования по уголовному делу, и будет ли привлечен сам господин Браудер к ответственности? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, сразу хочу сказать, что Уильяму Браудеру через посольство Королевства Великобритании и Теревной Ирландии сегодня вручено уведомление в виде повестки с переводом как на английский язык, так и на русский, через одного из сотрудников посольства, которому, по сути дела, официально передано уведомление данное. Значит, постановление о привлечении господина Браудера вынесено руководителем следственной группы сегодня, и в соответствии с требованием уголовно-просурованного законодательства в ближайшие несколько суток, значит, безусловно, будет предъявлено обвинение, о чем, собственно говоря, и он будет допрошен в качестве обвиняемого, о чем и информация изложена в данной повестке. Спасибо. А я с вами на новости. Скажите, а каков общий вещер, причиненный государством, незаконно были действием в ТАА? Да, значит, спасибо, уважаемый коллег, за вопрос. Значит, на данном этапе я хотел подчеркнуть, что это речь касается только по одному юридическому лицу, в данном случае та схема, которая представлена перед вами, это касается ООО Камея. Тот период, который определен, я вам о нем говорил, это 1999-2004 года, на текущий момент в рамках установленных 20, не менее чем 29 сделок, значит, сумма ущерба, которая понесла государство от незаконного фактически вывода с внутреннего рынка Российской Федерации этих активов, акции ООО «Газпром», составляет не менее 3 миллиардов рублей. Подсчет его, это оценка предварительная, неокончательная, и, соответственно, относится пока только к одному юридическому лицу. Таких аффилированных юридических лиц, и также лиц, где он непосредственно был в качестве генерального директора, собственно говоря, достаточно много. И я, в общем-то, хотел в рамках короткой пресс-конференции показать буквально, перейти от полемики общего характера, который господин, правда, там на протяжении многих лет, последних лет, значит, устраивает, где представить вам, в общем-то, ряд документов, которые на текущий момент обладает орган предварительного следствия, где непосредственно имеются подписи, то есть мы будем говорить о предметном рассмотрении данных вопросов по данным сделкам, где имеются подписи и печати господина Бравдера. Принт-ТВ, скажите, пожалуйста, а вот сегодняшнее заявление как-то связано с тем самым судебным слушанием, который сейчас проходит в Трешском конкурсе? Спасибо за вопрос. Значит, хотел бы сразу уточнить на эту тематику одну концептуальную вещь. Данное расследование не имеет абсолютно никакого отношения к тому уголовному делу, которое находится сейчас на стадии судебного осмотрения. Как я, значит, понимаю, вы имеете в виду речь об... Значит, по статье 199 УК Российской Федерации это незаконным уходят в плоды налога, да? Спасибо. Все, спасибо вам огромное. Можно сказать еще вопрос? Пожалуйста, 200 российских телевидений. Акции, Михаил Ильич, я прошу включить. Акции, которые услугил право-радачи из этих основных компаний в Калмыфе, они полностью выведены из нашей юрисплицы. То есть они где-то находятся в частных руках в завтрашенных компаниях. Знаете, данный вопрос, я думаю, мы установим в ходе расследования. И когда появится дополнительная информация, обязательно вам сообщим. Хорошо, а если мало вы не являются, на то, что в объеке международного розыска? Спасибо, коллега, за вопрос. Безусловно, все процедуры, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, у нас господин Браутер, несмотря на то, что является гражданином другого государства, я имею в виду Королевство Великобритании, ранее он был гражданин Соединенных Штатов Америки и так далее. Но вопрос, собственно говоря, он ничем не отличается от других граждан, как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан. Поэтому вся процедура, предусмотрена нашим внутренним законодательством, безусловно, будет применена господину Браутеру. Ему будет предъявлено так или иначе, безусловно, обвинение, потому, как требует этого закон, решение органа предварительного следствия уже принято. Значит, по нему, безусловно, вся процедура будет применена при необходимости и, безусловно, международный розыск. А также мы планируем на активное взаимодействие с компетентными органами и Королевства Великобритании, и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки в части расследования данного уголовного дела. Считаю, что надо предметно заниматься теми обстоятельствами, теми событиями, которые связаны в ходе нашего расследования именно с обстоятельствами незаконного приобретения акций обыкновенных, бездокументарных акций в ООО «Газпрома». Спасибо. Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, а сколько акций было украдено, похищено акций «Газпрома»? Потому что цифры разные. Можете хотя бы примерно сказать? Я могу сказать, чтобы мой ответ был неоптекаемый, потому что цифры действительно разные. И из разных источников на текущий момент у следствия тоже имеются иногда противоречивые сведения, что мы устанавливаем на текущий момент. Я могу речь вести о факте, который у нас установлен, и могу сказать в том объеме обвинения, которое имеет место быть на сегодня. Речь идет о приобретении 131 миллиона 574 тысяч 722 акций. На сумму по внутрироссийской цене, я имею в виду фондовые биржи, которые на тот период времени осуществляли котировку данных бездокументарных акций, она равняется 2 миллиардам 134 миллионами рублей. Спасибо вам огромное. Мы по ходу расследования еще обязательно вам расскажем об этом деле. Сегодня, я думаю, что это исчерпывающая информация. Спасибо огромное.